Каким образом можно суммировать веру Пресвятую Троицу? Триединый Бог един по природе, но троичен в том, что касается лиц. Что мы понимаем здесь под понятием природа и что значит лицо или ипостась? Природа относится к тому, чем что-то является. Андрей, например, является человеком, двуногим разумным существом. Это его природа. Маша тоже человек, двуногое человеческое существо. Андрей и Маша имеют одинаковую человеческую природу, но не одну и ту же. Скорее являются ее примером. Это личности, то есть два разных лица. Немного упрощая, мы могли бы сказать, слово «природа» описывает то, чем они являются, а лицо – кем они являются как личности. Следовательно, в Боге мы имеем дело с единой божественной природой и тремя божественными лицами. Хотя выглядит это не так, как в случае с Андреем и Машей. В Боге нет трех личностей, трех богов, где каждый имел бы божественную природу. Скорее, это три лица единой божественной природы. Единый Бог, существующий в трех лицах. Ага. Но что все это значит? Отец, Сын и Святой Дух – это Бог. Все трое составляют одно божественное существо – Пресвятую Троицу. В то же время, Отец не есть Сын. Сын не есть Дух, и Дух не есть Отец. Если говорить о личностях, то они существенно отличаются. Это отличие между божественными лицами основано на их взаимоотношениях. Бог-Отец – это источник. Сын рожден Отцом, как его совершенный образ. Дух исходит от Отца и Сына. Мы могли бы также сказать, что Дух исходит от Отца через Сына. То есть разница между божественными ипостасями определяется исключительно их взаимоотношениями. Все это не совершилось в Троице когда-то очень давно, но существует извечно. Можно сказать, что Бог не изменен, но динамично, а не статично. Эта схема представляет ключевой аспект христианской веры Пресвятую Троицу. Но, конечно же, Бог не треугольник с кругами и стрелками.